Смотрите прямо сейчас в подробностях недели. Всего неделю вести главное расследование страны. Уже 1 марта дело о расстреле небесной сотни передадут фактически в никуда. Самый главный вопрос, кто мешает завершить расследование достойно и кому выгодно скрывать имена убийц. Все это мы обсудим в прямом эфире с непосредственными участниками тех событий. Весь вечер я работаю на Майдане. Присоединяйтесь. Всю неделю я провел с украинскими дальнобойщиками на российских трассах, таможнях и границах. Видите, даже зарос немного. Хлеб водителей, поверьте, не сладкий. Из-за взаимной блокады еще и без масла. Я расскажу о взятках, блокаде изнутри, о жизни за баранкой. Честно и без прикрас. Обсудим всей страной прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Эта неделя во многих историях, которые мы с вами уже, который эфир обсуждаем, поставила точки. Стало понятно, кто и чего стоит и на что способен или не способен. Я о парламенте. Там так заигрались в политику, что о стране, кажется, забыли. Ну, судите сами. На скорую руку принятый бюджет. Еще в январе исправить обещали уже. Февраль заканчивается. Забыли. Об идеалах Майдана, сколько разговоров было, тоже забыли. Прямо сейчас годовщина тех горьких и героических событий о расследовании преступлений против участников Майдана через неделю просто остановится. Дело должны были передать структуре, которую Рада полтора года назад создала. Вот только штат до сих пор не укомплектовали. Забыли. Есть еще одна история. Уже этой весной сотни, если не тысячи негодяев, могут благополучно выйти на свободу. И взяточники, и просто рецидивисты. А все потому, что в закон Савченко Рада так и не внесла изменения. Забыла. Насколько дееспособен такой забывчивый парламент? Как долго он еще просуществует, забывая обо всем, кроме дележа портфелей? И если новые выборы, то когда? Ответы на все эти вопросы будем выяснять сегодня. Ну, а начнем, начнем давайте все-таки с того, что происходит. Прямо в эти минуты Майдан на площади и вокруг нее весь день продолжались митинги. И не только. До драк доходило. По-прежнему захвачена одна из гостиниц в центре города. И даже палатки возле Стелы появились. На Майдане работает наш корреспондент Елена Зорина. Узнаем у нее все подробности. Дим, ну на Майдане сейчас обстановка относительно спокойная. Подходы к главной площади страны охраняют усиленные кордоны нацгвардии и полиции. Здесь же вспоминают погибших героев Небесной сотни. Ну а вот за моей спиной Вече, которая организовала так называемое объединение революционных правых сил. Это те люди, которые установили возле Стелы несколько палаток и накануне заняли отель Казацкий. И протестующие уже выдвинули свои требования. Чего хотят? Обо всем этом расскажу немного позже. Спасибо. Вернемся обязательно к тебе в эфире. Наша камера развернута на Майдане. Туда и люди будут приходить. Так что сегодня к этой теме еще вернемся. Ну а пока что все-таки политика. То, чего одни опасались, а другие с таким нетерпением ждали, произошло. Коалиции больше нет. Лопнуло. Да-да-да. Разлетелось на осколки. И похоже, что что разбито, то не склеит теперь уже. Понятно, что будут. Будут и бесконечные переговоры, и столь же бесконечные попытки вернуться назад в прошлое. Когда парламент, несмотря на все противоречия между партнерами по коалиции, был жизнеспособен. Ну, по крайней мере, мог голосовать за то, что нужно стране. Но сейчас ощущение, ну, помните, из школьного курса истории, временное правительство. Так вот, поговоришь с политиками, с людьми поговоришь. Чувство, что не только правительство у нас теперь временное, и долго в кабинетах не задержится. Не только новое большинство в Раде, даже если его с миру по нитке и соберут во что-то похожее на новую коалицию, сразу же развалится. Чувство, что и сам парламент у нас тоже, увы, временный. Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко расспрашивала политиков об этом. Зал пуст. Нет ни Батьковщины, ни самопомощи. Ряды порожнее. И знакомых по тысячам интервью лиц тут теперь тоже не видно. То, что так долго пытались склеить, разлетелось на осколки. И даже первые лица не понимают, сколько теперь протянет этот парламент. Або протягом тижнів буде знайдено решення саме тут в парламенті политичными силами. И заправлена модель выхода из цієї ситуации. Або той уряд має бути повністю перезавантажений. А якщо потрібно, і цей парламент. Бездіяльність уряду Йоценюка фактично развалила цю коалицію. Год назад в ней було три сотні штыков. Зараз громко хлопнув дверю, ушла Батьківщина, а вслед за нею самопомощь. Коаліція демократичних сил, проєвропейської коаліції, в цьому парламенті ніколи не існувало. Ми счастливі, європейська принципова оппозиція. Дві оставшіся фракції, Народний фронт і БПП, навіть якщо їх депутати все до єдиного в зал придуть, все равно нужних 226 голосів не наберуть. Все, як костяшки доміно посыпалось в цей вторник. Отчет правительства і куди більш відкровенна, ніж раніше, критика. У правительству реформаторів двойка вовсе не за жорсткі і непопулярні реформы, а за їх полне отсутствие. Підсумками роботи уряду є затягування та фактичний провал податкової реформи. Бюджетний комітет мусить вказати, що робота уряду є незадовільною. Я не почув, на жаль, жодного слова про проривні галузі української економіки, такі як авіація. Чому ви сьогодні кажете на словах одне, а робите на справі абсолютно інше? В цьому духі три часа подряд прем'єр напряженно слушає, пістоянно хватися за трубку телефона правительственной связи. Кому званить вопрос, срадники по Кабміну все рядышком в ложе. Байдену – да вряд ли. Спікеру – возможно. На банковую – тоже не исключено. У нас коммуникація була пустійна. У нас пустійно ми проговорювали, як діяти. І коммуникація була безперервна. Це дуже важкі кризи в дні. Дні перед отчетом действительно були сложними, але настоящий кризис разразився, як тільки стало понятно. Голосів за відставку недостаточно. Тепер коаліцію, як розбитую чашку, пытаються склеити з кусочков. Радикалів Ляшка вернуть для количества. Правда, всю неделю в Раді не могли определитися, с умными вони или с красивими. Вишли із коаліції полгода назад или по-прежнєму в ней числятся. Радикалів коаліції продовжує там бути формально, тому що ми не відкликали підписи. Все це від лукавого, все це імітація. Вони вважають так, а ми вважаємо так. Фракція Радикальної партії України колись зробила політичну заяву про вихід з коаліції, тим не менше оголошення про це головуючим на засіданні не відбулося. Таким чином, юридично-формально стверджувати про те, що фракція Радикальної партії Ляшка не перебуває в складі коаліції, підстав немає. Ляшко не просто оголосив про це з трибуни сесії. Є відповідне звернення, ви знаєте його. Більше того, є рішення фракції, яке він передав. Тому всі інші інсинуації, як це записано, де це повинно бути записано. Простій вопрос, вийшли или нет, очень на многое влияє на судьбу не тільки коаліції, но і парламента. 30 днів нет большинства, і у президента є справа на розпуск Рады, а значить перевибори. Многие кажуть, отчет вже стартовав. Що розбито, то не склеїть. Щось нове створити там, мені тяжко це уявляється. Якщо вони створять, Господь з ними. Другі убеждені, що вдасться договоритися. Лідери фракції розмовляли з президентом, хтось з лідерів фракції розмовляв з прем'єром. Тобто цей переговорний процес, він постійно триває. Фактично, перезавантаження коаліції – це єдиний спосіб сьогодні уникнути глибокої політичної кризи ми готові до будь-яких консультацій щодо створення нової коаліції, якщо формально розпадається стара і уряд йде в відставку. Хоча з таким списком пожеланий і требований, як у наших політиків, договориться, скажімо так, сложно. І фінансові інтереси способні окончательно розсорити. Якщо порахувати, скільки треба державних програм, посад, преференцій заплатити депутатам і фінансо-політичним групам, щоб оновити коаліцію, це може бути дорожче, ніж провести достроковий вибір. І ліца в тому же Кабміні. Я прихильник того, що прем'єр і уряд зараз усвідомили, цей формат уряду не може бути визнаний ефективним. Чотири фракції з п'яти виставили йому недовіру. Прем'єр-міністр має визначитися, або він пропонує такий новий склад уряду і таку конкретну програму, яка збере парламентську більшість 226, або він усвідомить, що цього він особисто зробити не може і складе себе повноваження. Якщо він не зробить того чи іншого кроку, очевидно, прийдеться повторно приймати рішення про недовіру вже власне не уряду, а прем'єр-міністру України. Ситуацію пока поставили на паузу. На три недели, закрыв засідання в Раді, от греха подальше. А то, не дай бог, ще кто-то выйдет. Депутаты разъехались по домам, в невеселых раздум'ях. Как долго продержится нова коалиция, даже если ее каким-то чудом по голосу соберут? І не оставят ли їх безбандатними возможні новые выборы? Екатерина Лысенко, Сергей Коваль, Іван Нашкентер. Установлена наша телевизионная камера. Ну, вот вы видите, пока что там пусто. Дело в том, что политик поехал во Львов, чтобы провести выходные с семьей. Пока что он смотрит наш эфир. Ну, вот чуть позже, прямо на площади, в прямом эфире, он сможет ответить на все мои и, надеюсь, ваши вопросы. Ну, а пока Олег Березюк готовится к включению, далее не пропустите. Интересное интервью с Юлией Тимошенко. Юлия Тимошенко на этой неделе снова у всех на устах. Большой вопрос, кого в минувшие семь дней в соцсетях больше обсуждали. Яценюка с его, неудавшейся отставкой, или Юлию Владимировну, улыбчивую, посвежевшую, пришедшую в Раду с новой прической и в новом имидже. Но уже через сутки Тимошенко дала еще один повод о себе говорить, касающийся уже не только ее лично, но и всей украинской политики. Десятки журналистов, напряженные лица, в окружении коллег по фракции Тимошенко заявляет. Решение принято. Сказав на камеру то, что в кулуарах говорили уже давно. Коалиция лопнула. Как происходящее в парламенте отразится на нас с вами? Не обвалит ли страну окончательно? И каков выход? Об этом мы договорились пообщаться. Максимально откровенно и конкретно. Сьогодні є полномасштабна політична криза. Вона є очевидною, саме тому, що суспільство сказало твердо «Ні» цьому уряду. Уряд отримає від парламенту оцінку незадовільно. Це практично в будь-якій іншій країні світу – це автоматичне звільнення уряду і автоматичне перезавантаження всієї виконавчої влади. Але у нас це не так, тому що зразу поставили на голосування відставку уряду. І після того, як проголосували, що уряд працює незадовільно, виявилося, що за відставку уряду немає голосів. У багато хто каже, що взагалі це вистава була. По-перше, це була вистава, щоб зберігти прем'єр-міністра, який всім зручний і який виконує всі забаганки. Так от, знаєте, що таємне стало явним, що уряд Яценюка – це уряд олігархічної змови. І тому далі це продовжуватися не може. Не існує демократичної коаліції, вона завжди була фікцією, і це стало очевидним. Існувала тіньова коаліція. І ця тіньова коаліція продовжує підтримувати Яценюка, уряд. Зачастую журналистам з Тимошенко сложно. Їе не соб'єш с мыслью резким вопросом, не навяжеш свою тему разговора. Решила, що-то важне сказати в ефірі – скажеш обязательно. Якщо уж начала мысль, пока не доведет до конца, то і слова не вставиш. Але це інтерв'ю получилось другим. Короткий вопрос – короткий ответ. Просто ситуація в страні така, що політикам вже не до дипломатії, на которую раньше шли, щоб сохранити хоча б видимость єдинства коаліції. Потрібно робити все, щоб Україна просто з цієї кризи вийшла негайно. Для цього є всі інструменти, всі можливості. Просто не роблять це. Тому що інші інтереси. Інтерес заробляти на війні. Інтерес заробляти на бюджеті. Інтерес корумпувати сьогодні абсолютно все і всіх, для того, щоб мати можливість в останні хвилини це щось заробити. Знаєте, зараз кажуть так, що… Ну, навіщо вже ясно, що прем'єр-міністр йде у відставку? Ми вже ж зрозуміли. Україна просто кричить вже, що негайно у відставку. Парламент, всі фракції коаліції проголосували за його звільнення. А прем'єр тримається. Кажуть, навіщо він тримається? Це ж все одне лічені тижні. А тримається він тому, що якщо він оголосив, що вони за останній рік 50 мільярдів гривень з бюджету незаконно забрали, це прем'єр сказав, що вкрали з бюджету 50 мільярдів гривень. Таке враження, що інопланетяні прилетіли і вкрали 50 мільярдів гривень. Це повноваження прем'єр-міністра. Тому вони просто кожен тиждень заробляють мільярди. І вони тримаються за цей кожен тиждень, щоб ще трохи нажитися на нашому національному горі. Гнати, негайно, негайно проголосувати так звану процедуру ад-хок і повторити голосування за відставку уряду, буквально проведши позачергову сесію Верховної Ради. Зберуться голоси? Це питання. Для цього потрібно, щоб проголосувала в повному складі фракція Порошенка. Тому і говорять, що це все була вистава і цирк для того, щоб просто випустити пар і пролонгувати роботу цього уряду, який є уособленням кланового консенсусу. Цей уряд вже не має ніякого значення. Він деживає останні дні. А вот самому парламенту скільки осталось? Якщо коаліції немає, якщо правительство в подвешенном состояниї, якщо накал страстей такой, що те, хто зараз в Раді, вже вряд ли о чому-то договоряться. Юлія Тимошенко настроена рішительно. І слово «негайно», мол, тянуть з перезагрузки власти уже некуда, во время нашого розговору звучит практично в каждому ответе. Для прем'єр-міністра соромно так до сіньови на пальцях триматися за владу і просто називати білий-чорним. Зрозуміло, що радикальна партія, Батьківщина і Самопоміщ вийшли з коаліції публічно, виконали всі процедури, і сьогодні в коаліції немає 226. По Конституції це означає початок нових переговорів про створення нової коаліції. І якщо нова коаліція за 30 днів не створена, президент зобов'язаний розпускати цей парламент. Дуже короткі, практично міттєві дострокові вибори і не втрачаючи час перезавантаження цього парламенту і вихід на формування уряду народної довіри. До цього йде, до розпуску парламенту, до дострокових виборів? Насправді, всім людям хотілося б швидких рішень. І всі сподіваються на те, що в цьому парламенті можна створити нову коаліцію, можна створити новий технічний уряд, і люди хочуть в це вірити. І ми би хотіли в це вірити. Але ми нікуди не можемо діти той факт, що зараз демократичні сили, реальні демократичні сили, залишилися в цьому парламенті в абсолютній меншості. І так, як показало голосування за відставку Яценюка, то більшість є у кланів. І у мене тільки одне питання. Якщо ми на цій клановій більшості будемо створювати новий клановий уряд, то не втратимо ми ще півтора роки і не втратимо чи остаточну країну, яка піде просто в розвал, в некерованість. Чи краще усвідомити, що цей парламент вже має кланову основу, і він не зможе створити уряд, який не буде працювати на олігархію. Нам треба діяти негайно. І перезавантажувати цю владну систему негайно і правильно. Так, щоб можна було відкрити шлях до реального розвитку України, а не знову зайти в топік. Я вам дякую за інтерв'ю. Дуже вам дякую також. Дякую за перегляд! Лен, скажи, пожалуйста, а палатки остаются на Майдане? Чего хотят активисты, из-за которых весь сыр-бор розгорелся? Дим, ну вот сейчас на Майдане совсем недавно закончилась вещь, но люди не расходятся, хотя их стало значительно меньше. Возле стелы продолжают оставаться шесть палаток, плюс еще одна седьмая военная. Здесь же раздают еду и горячі напитки, чай. Ну вот, собственно, как два года назад отогреваются у бочек с огнем. Ну, по крайней мере, такую вот телевизионную картинку, как будто бы кто-то пытается создать. Можно прийти покушать, мы готовим горячее, привозим посуду. И на ночь остаются люди, которые здесь будут ночевать. Им нужны сейчас матрасы, потому что холодно. Ну вот на вече, собственно, прозвучали требования протестующих. Прежде всего, хотят отставки правительства, также досрочных выборов и еще введение военного положения в Донецкой и Луганской областях и Крыму. Ну а что же касается отеля «Казацкий», которого со вчерашнего дня заняли протестующие, но они, собственно, согласились переехать в здание, которое находится неподалеку, где-то в полукилометре от отеля «Казацкий» и также принадлежит Минобороны. А вот здание отеля «Казацкого», собственно, как поясняют Минобороны, все там забронировано и расписано на несколько месяцев вперед. Угода на аренду была укладена устно. Мы заплатили, зашли сюда, значит, организаторы заплатили кошти. Была домовленность, что подписан договор будет в понеделок. Ну а о том, кто эти люди, которые заняли отель «Казацкий», хотели разные слухи, но, собственно, сами они заявляли о причастности к добровольческим батальонам. И вот уже появилось опровержение правого сектора о том, что отношения к демаршу ДУК не имеет. Ну вот, собственно, хотя вот тот факт, что к представителям так называемых революционных правых сил приезжал представитель Минобороны, вот, собственно, может свидетельствовать о том, что все-таки люди, которые в «Казацком», какое-то отношение имеют к фронту. Они имеют право на мирный протест. Это выяснено Конституцией. Но «Готель Казацкий» – это государственное предприятие, которое действует хозяйственную деятельность. Поэтому мы и хотим найти компромисс абсолютно мирным шляхом. Есть возможность переместить протестовальников на территорию, которую уже тревалый час занимают представители Азова. Ну вот, собственно, после вечи намечается переезд из отеля «Казацкого». Но пока что нет информации о том, что состоялся ли этот переезд или нет. Ситуация на самом Майдане продолжает оставаться спокойной. Мы следим Дима. Да, коллега, спасибо. Но действительно запутанная ситуация. Мне не очень было понятно, что там происходит, кто эти люди. Ну, наверное, вам тоже сложно разобраться. Но самое главное, знаете, как говорят, что любая история повторяется два раза. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Так очень-очень не хочется, чтобы спекулировали на Майдане. Ну и чтобы вот подобные годовщины кто-то пытался в фарс превратить. Лена Зорина с нами на Майдане. Если будут еще новости, узнаем от нее. И давайте все-таки к парламенту вернемся. И к политике. Главная тема сегодняшнего дня. С Юлией Тимошенко мы буквально несколько минут назад говорили. А вот «Самопомощь» еще одна фракция, которая вышла из коалиции вслед за Батьковщиной. Один из ее депутатов сказал об этом просто. Как помылся в чистый четверг. Ну, мол, ситуация в парламенте уже настолько грязная, что в коалиции нельзя было больше оставаться. 26 депутатов «Самопомощи» теперь тоже в оппозиции. А вот что они планируют дальше делать? Смогут ли в таком статусе как-то влиять на решение правительства? Давайте узнаем. Прямую у лидера этой фракции в парламенте Олега Березюка. Он сейчас на связи со студией из Львова. Пане Олеже, вечер добрый. Дякую, что приедналыся до нас. Доброго вечера и вам. У нас затримка невеличка по звуку. Тобто не лякаемся цього. Это просто технічные моменты. Скажите, какие варианты выхода из этой политической кризи? Сегодня ситуация есть в руках президента Украины и парламенту. Для того, чтобы сохранить доверие в людей, хотя бы какую-то, президент вместе с парламентом должен выполнить действия, которые бы отставили этот уряд. Потому что, на превеликий жаль, цей уряд втратил абсолютно доверие как и в людей, так и у парламентарей. И поэтому первая задача – это отставка уряду. А потом же – это пошук шляхов компромиссу для того, чтобы страна дальше развивалась. Чи є зараз коаліція? Ви знаєте, що багато хто каже, ну, навіть я був на интервью з премьером, він каже, коаліція існує, коаліція є чинною. На вашу думку, наскільки вона є чинною, наскільки існує зараз в Раді коаліція? У цьому парламенті є коаліція, є провладна коаліція, яка захищає інтереси олігархічних кіл, які керують протягом останніх 10-15 років Україною. Ця коаліція голосувала за генерального прокурора. Ця коаліція голосувала за не зовсім демократичні поправки до Конституції. Ця коаліція насправді існує. І сьогодні законодавство України говорить про те, що коаліцію може створити просто більшість у парламенті, незалежності від політичних вподобань. Тому сьогодні коаліція в парламенті є, яка має взяти на себе всю відповідальність за безвідповідальність уряду, і який обслуговує, на превеликий жаль, не державні інтереси, а капіталістично-олігархічні інтереси 5-6 людей в країні, які керують країною. Слухайте, нам Юлія Тимошенко практично те саме казала, тобто розповсюджена ця думка. Ви мені скажіть, багато хто з політиків, я з ними неофіційно говорив, кажуть, що практично, навіть якщо і створять цю нову більшість, або якусь таку форму, яка нагадуватиме нову більшість, це буде нежиттєздатне створіння, і в принципі все одно Україна йде до нових дострокових виборів. А наскільки це вирігідно, і чи самопоміч готується, готова до дострокових виборів? Сьогодні країна не готова до виборів. Тому що вибори у виконанні оцих олігархічно-комерційних кланів є таким самим фарсом. По-перше, уряд справді треба змінити, тому що до виборів, чи це буде три місяці, чи шість, чи дев'ять, чи дванадцять, чи більше, треба, щоб країною хтось керував. Бо щам саме перед виборами і під час виборів найкраще працюють корупційні схеми. Друга річ є дуже важлива. В країні треба змінити генерального прокурора. Бо, на превеликий жаль, в країні ніхто не покараний за фальшування виборів. В 205-му окрузі була фієрія, абсолютна фієрія зловживання виборчим законодавством. Наступна річ дуже важлива. Треба змінити ЦВК, яке обслуговувало Януковича, яке обслуговує теперішню владу, і яке буде фальсифікувати наступні вибори. І останнє. Якщо вибори відбудуться за тим законодавством, яке сьогодні є, це будуть вибори олігархічних кланів. Так звана злочинна мажоритарка, яка приведе в парламент тих самих, що там сидять. Можливо, просто будуть інші обличчя. Якщо ми ці речі, зміна уряду, зміна генерального прокурора, і не тільки генерального прокурора, його заступників, зміна ЦВК і зміна законодавства, тоді ми можемо з чесною відношенням до суспільства і людей йти на вибори. Пане Олеже, якщо чесне відношення, то в мене просто, ну, ви щиро людина, у мене просте і щире запитання. Якщо можна, дуже коротко, просто прямий ефір, маємо рухатися далі, але я не можу вас не запитати. По-перше, скільки ви відводите уряду Яценюка, бо, ну, ви чули колегу Луценка, він там казав три тижні, ви чули колегу Наєма, який казав, що начебто президент говорив про три місяці, ваш прогноз. І, по-друге, найголовніше, зараз, ну, ви ж бачите самі, ви знаєте, радикали торгуються, там навіть казали, що ляшку посаду спікера там або пропонують, або він просить. Наскільки це все правда? Сторгуються, не сторгуються? Просто ваш прогноз. Ну, про торги я не знаю, тільки знаю, що вони там завжди відбуваються. А про скільки він має часу, уряд Яценюка, він взагалі вже не має часу. Часу не має країна і часу не має президент. Чим швидше це станеться, тим стабільніша ситуація буде в країні і можна буде думати про розвиток. А на сьогоднішній день все насправді дуже депресивно. Дякую. Ну, на сьогоднішній день все насправді дуже складно. Ми намагаємося розібратися, ну і в частности, с помощью Олега Березюка, лідер фракції «Самопомочи» був з нами на связі із Львова. Спасибо большое, що присоединились. Ну і далі. Майдан. Главна тема новостей всіх українських телеканалів сьогодні. Ще раз вернемся к цій темі. Але все-таки не о тому, що було поговоримо, але це вже історія. А скорее о тому, що історией стати не должно. Але, коли в центрі Києва той невероятно холодно зимой горіли шини, наверное, мало хто мог себе представити, що і через два роки не будуть наказані організатори і исполнітелі убийств на Майдані. І діло не тільки в тому, що следствие длится до сих пор. Просто, ну, представте, розслідовання всіх дел, зв'язанних з Майданом, і вовсе може бути остановлено. Уже с 1 марта, причем ситуація банальна, політики не успели. Закон о созданній Государственного бюро розслідований був принят, а само бюро так і не запустили. Там даже директор не назначен. А ведь именно це бюро должно було принять на себе все следствие, все дела із Генеральной прокуратурою, в тому числе і дела по Майдану. Як буде далі? Ситуація просто завісла в воздухі. І результатом этого може бути даже снятие западних санкцій с Януковича і його окруження. Многі експерты об цьому говорять і объясняють очень просто. І за отсутствие следственних действий. Ну а які результаты действия за ці два года? На цей неделе на Майдан приходили многие, щоб вспомнить события двухлетней давности. І вместе с нашими корреспондентами на Майдан пришел і тот, от кого все це время зависело. Расследование преступлений против Майдана. Сергій Горбатюк, начальник управління спецрасследований Генпрокуратурою. В його інтерв'ю ответы на самые главные вопросы. Я майданівець, втратив око два роки, і нічого не відбувається. Я не говорю про те, що ми святі, що ми нічого не приховуємо. Жоден факт ми не відкидаємо. Украину, вставай! Здрава Україні! Дякую, не будешь. На щит сюда! Не треба! Є якісь певні такі схвильовані відчуття. Останнє був, це було десь пів року назад. Всі бачили ці події, розстріли відбувались на очах всього України та всього світу. Але докази, що ті особи, а не інші вчинили, з врахуванням того, що вони всі були у масках, шоломах, в однаковій одязі, то це дуже великий шлях ми пройшли. Ми об'єднали максимально усі справи, щоб побачити загальну картину дії влади в той час. Перші пів року взагалі вихідних не було. Зараз зібрано десь біля трьох тисяч томів. І це далеко не фінал. Дорогу! Дорогу! Тут загинуло 48 протестувальників, саме від вогнепальних поранень. Жоден із вбитих не був оглянутий безпосередньо на місці. Вони вже оглядалися або в каретах швидкої допомоги, або в моргу. Хлопці, шановні всі, хто там за мостиком, будь ласка, підступіть! Вже 20 лютого офіційною зброєю, тобто голові дано наказ для бійців Беркута, вийти сюди на інститутську із табельною своєю вогнепальною зброєю і застосовувати її відносно протестувальників. Щоби в максимально жорстокий спосіб її здійснити розгін, для цього роздавалися і місливські набої, які заборонено взагалі використовувати в МВС. Залучилися тітушки зі своєю вогнепальною зброєю. Слосійський слід є. У січні була одна поставка та в лютому 2014 року з Російської Федерації в якості гуманітарної допомоги двома літаками було доставлено спецзасоби посиленої дії. Це світло-шумові гранати, це газові гранати, це інші подразнюючої дії гранати. Їх використовували, тобто і беркутівці, і внутрішні війська. Є багато потерпілих, які вказували на тяжкі наслідки саме для них. Не було бажання домовлятися. Десь 9.05 вийшли представники беркуту на майданчик перед Жовтневим палацем. Відступали по верхньому краю інститутській і продовжували вести стрільбу. Перемістилися за бетонні блоки, які на інститутській, там біля вже Нацбанку. І з них вели стрільбу активно десь до 11.30. Перебували там до ранку 21-го ці меркутівці. Та жорстокість, яка була, вона саме була намаганням, умисним намаганням залякати прослістувальників з метою припинення їх акцій. Водії, як розгону, ходи мирний наступ в Мар'їнському парку, в Грушевську, захоплення будинку, підпав будинку проспілок та штурм Майдану, вони між собою пов'язані, єдиним планом це відбувалося за вказівкою колишнього президента Януковича. Міністр внутрішніх справ, голові Служби безпеки і його підлеглим, першому заступнику, який керував антитерористичним центром, і колишньому очільнику СБУ Київській, Київській області, який арештований. Загалом у нас 276 осіб повідомлено про підозру. Є 30 вироків. Реальні строки покарання отримало 5 осіб. Це тітушки. Прибувають в суді арештовані 5 беркутівців по 20 лютого, інші, що причетні до цих подій, ще 20 беркутівців і 6 високопосадовців в розшуку. Більшість в Російській Федерації. Припиніть вбивати людей! Десь є і організатори, і виконавці, але в окремих випадках треба встановлювати чи організаторів, чи посередників. Ще необхідно років два, але остаточну точку тут складно складати. З 1 березня слідчі прокуратури втрачають повноваження щодо розслідування кримінальних проваджень. І передавати справи нема кому. Тобто розслідування зупиняється. Вже починаєш думати про якесь умисне перешкоджання розслідування цих справ. Ну все, почалося, це війна. Відчуваю на собі відповідальність з тим, щоб всі, хто були причетні до цих подій, вони були притягнуті. І понесли покарання, щоб дійсно жодна високопосадовець, жодна високчиновник, ніколи більше на нього голову не приходило застосовувати зброю проти власного народу. Родственники погибших, що вони думають, що вони чувствують сьогодні? І як розпринимають то, що політики забувають в тому числе і о них? Давайте прямо у них і спросимо. Лена Зорина, прямо сейчас на Майдане, і рядом с ней є люди, котрим є, що нам сказати. По цьому поводу. Лена, пожалуйста, тебе слово. Да, Дим, действительно, є що сказати. Рядом со мною родственники погибших героїв Небесной Сотні. Хтось потеряв отца, хтось мужа, хтось брата. Вот давайте поінтересуемся, що вони думають по цьому поводу. Ігорь, пожалуйста, вам слово. Всім доброго вечора. Стосовно слідства, хочу сказати, що так, справді, з 1 березня воно може зупинитися. Але все це залежить від політики, в першу чергу від Верховної Ради, яка, наскільки нам відомо, в ній зареєстрований відповідний законопроект, який може призупинити дію. Ну от ваша реакція на це? Ну, обурення, звичайно, що у нас є велике обурення в цьому всьому. Але, знову ж кажу, що все залежить від Верховної Ради, як вони приймуть відповідний закон, який призупинить дію цього закону, який там має, як вона називається, НАБУ, Державне бюро розслідувань, щоб воно могло продовжити розслідування. Олена, скажіть, будь ласка, от ви, власне, як реагуєте на таку новину? Це просто голова, це обурення таке, ну як так, за що, ми задаємо питання, щодня собі, за що стояли тут три місяці, наші рідні, і, ви розумієте, як 21-22, таке було в людей, ну ось зараз щось зміниться, ось ми будемо, люди, жити краще, і два роки, ну нічого. Нічого, нічого не міняється, ну отак от обіцяння, обіцяння. А ще зупинити розслідування, це ж просто, ну як так можна, це жах. Ждуть, щоб вийшли люди на третій Майдан, ми самі не хочемо цього горя і болю, і не дай Боже, щоб воно повторилось. А це Надія Степаніна? Так, що в березня призупиняється, це все. Вони ніяк не можуть, Верховна Рада, недоторканість суддів забрати в них. І от вони що хочуть, то роблять. Ні президент, ні прем'єр не можуть на його вплинути. Що це таке? Ну і, власне, що думаєте по цьому поводу адвокат, які дії будете підприємати? Ну, те, що слідство буде передано від прокуратури до ДБР, про це було відомо давно. І я погоджуюсь з Сергієм Горбатюком, що в таких діях законодавця вбачається або якийсь ступінь олігофрінії, нездатність передбачати наслідки або якісь умисні дії. Ми б не говорили про необхідність призупинення передачі від прокуратури слідства, оскільки це зобов'язання України приведення законодавством до міжнародних стандартів, де слідство і нагляд розділені. А питання в контексті розслідування справи на Майдані полягає дуже просте. Вирішити конкретно інтереси слідчої групи. Створюйте все, що завгодно, але при цьому треба зберегти цю групу до кінця розслідування. Це доволі проста технічне завдання. Ось такі мнення у нас сьогодні тут, на Майдані. Да, спасибо. Да, ми специально вас попросили сказати об цьому в прямому ефірі, тому що к журналистам в последній часі вже не дуже-то і прислушиваються, але, можливо, к родственникам тех, хто погиб на Майдані, прислушиваються. Движимся далі. Коли в центре Київа только начинались протесты, помните це час? Вряд ли тогда хтось мог поверити, що пройдуть два роки, але журналисты по-прежнему будуть вирішені робити сюжети о чиновниках, які за госсчет летають развеяться за рубеж. Помните при Януковичі була громка історія? О міністрі, який з топ-моделью летал в Париж. Ну, вот, даже тогда, тогда был суд. Ну, а сейчас все с точностью до наоборот. Чиновники суда не бояться, наоборот, вони самі судяться. Свежий пример. После нашумівшей истории с полетом главы Ощадбанка Андрея Пышного на футбол в Варшаву, чиновник решил судиться с журналистами, которые об этом написали. В роли подсудимых наши коллеги из агентства «Украинские новини». Мол, оклеветали честного госслужащего. Ну, а писали они, напомню, о том, что в прошлом году весь топ-менеджмент Государственного банка, ну, многих есть до сих пор, сберкнижка, решил слетать на Чемпионат Европы по футболу. Давайте посмотрим сюжет об этом. Большое расследование. Оксана Григорьева им занималась. Откуда топ-менеджеры Государственного банка взяли деньги на ВИП-чартер? Оплата скандального перелета частной фирмой из офшора, взятка, кричащий пример коррупции или чья-то невиданная добродетель? Почему следователи МВД заморозили дело, которое может сулить долгий тюремный срок? Что за авиакомпания возит чиновников и кто ее покрывает? Как кумовство в правительстве отдаляет Украину от реформ и доверия Запада? 27 мая 2015 года глава Ащадбанка вместе с топ-менеджментом летал в Варшаву, на финал Лиги Европы. Там играл украинский Днепр. Чиновник даже разместил у себя на страничке фотографии. Вот это, например, понравилось министру внутренних дел Арсену Авакову. Все бы и закончилось лайками в Фейсбуке, если бы в интернет не попали копии билетов. Тогда и задумывал тот факт, что и сам пан Пышный, а также его наиближее уточнение, имеют на виду работники из Ащадбанка, туда летали чартером. Туда их летало, кажется, человек 15, назад взагалі поверталося понад 20 людей, и природничество зацікавилося, за які гроши летал керівник Державного банку. Оказалось, что рейс организовала частная компания Аэростар. Вот он, ковры, кожаное сиденье и лакированная мебель. И это лишь то, что можно разглядеть на фото. Пощадбанки сразу же заявили, пышный рейс оплатили сами банкиры. Однако делом заинтересовалась прокуратура, и оказалось вовсе не зря. Выяснилось, полет оплатила некая частная фирма. В ГПУ топ-менеджмент сразу же обвинили в использовании служебного положения. А это уголовная статья. Ведь речь идёт не о простых банкирах, а о госчиновниках. И подобные услуги от частных лиц им получать строго запрещено. Дело передали в МВД. Но ведомство ход скандалу так и не дало. Следствие за 7 месяцев ответа так и не дало. Следствие идёт структура, которой руководит политический соратник Пышного. Делом занялся нардеп-оппозиционер Николай Скорик. Его интервью с материалами о ВИП-перелёте разместило у себя на сайте агентства «Украинские новыны» в декабре прошлого года. Но вместо того, чтобы предоставить журналистам все факты, Андрей Пышный решил подать на издание депутата в суд. По сути, на нас впервые подали в суд за дословное цитирование официального заявления парламентского политика. Мы обратились за комментариями в саму авиакомпанию. Однако по телефону там говорить отказались. Уже в офисе секретарь лишь сообщил. Руководства нет, да и комментировать-то нечего. Но нам всё же удалось выяснить, во сколько обошёлся рейс. Киев, Варшава, Киев на том самом самолёте стоит почти 22 тысячи долларов. За питание и сервис придётся заплатить отдельно. Всё зависит от желания. Некоторые олигархи хотят, чтобы летал с ним только личный пилот, которому надо платить 15-20 тысяч зарплаты только в месяц. Либо там определённую стюардессу. Стандартный кэтеринг, ну где-то 20-30 долларов на человека, там до 50, если там лобстеров каких-то хочешь. Опять же, можно заказать хоть живых раков. Перелёт с обслуживанием в ВИП-терминале, сервисом, выпивкой и закуской на борту, по оценкам экспертов, мог обойтись примерно миллион гривен. Ещё в прошлом июне в Ощадбанке опубликовали вот эту квитанцию. Якобы весь перелёт лично оплатил сам Андрей Пышный, и стоил он всего 120 тысяч гривен. Но вот несоответствие. В документе говорится, что летали всего 7 пассажиров. Однако, по информации от народных депутатов, летело больше 20. Нам удалось получить документы из Печерского суда столицы, прошлым летом открывшего дело по факту скандального перелёта. Оказывается, ещё тогда следователи МВД установили, чартер обошёлся в 459 тысяч гривен. И эти деньги перевёл кто-то из Лондона, хотя Пышный утверждает, оплатил всё из личного кармана. Но почему-то дело замяли, а на факты коррупции закрыли глаза. По мнению политологов, главе Ощадбанка помогли связи. Одноклассники, одногруппники, выходцы из Черновцов. Черновицкий мини-клан, группа друзей. Они исчерпываются Пышным. Это и Иванчук, это и Петренко. Андрей Пышный – один из ближайших друзей и кум Арсения Яценюка. Они дружат ещё с 12 лет. Именно протекция со стороны главы правительства могла помочь чиновнику замять скандал. Яценюк – это есть некая гарантия пребывания Авакова на послу министра внутренних дел. Аваков во многом используется для того, чтобы смягчить давление на друзей, других друзей Яценюка. Для того, чтобы замотать следствие. Интересно, что «Аэростар» уже не раз оказывалась посреди скандала. Многие связывают «Аэростар» с соратницей беглеца Януковича – Людмилой Супрун. Депутат Дмитрий Добродомов уверен, за организацию вип-перелётов чиновников-любителей роскоши авиакомпания получает большие преференции. За прошедшую неделю мы несколько раз пытались связаться с Андреем Пышным и попросить его прокомментировать эту историю. Однако он так и не вышел на связь. Отказались объяснить, почему дело до сих пор не довели до суда и в МВД. Что за фирмы и за какие услуги пышно свозили главу Государственного банка на футбол. Почему, несмотря на доказательства, следствие было прекращено. И вдобавок это странное совпадение. Скандальные перелёты вип-чиновников осуществляет одна и та же авиакомпания. Теперь эти вопросы к Национальному антикоррупционному бюро и Генпрокуратуре. Если факты подтвердятся, любителям вип-перелётов может грозить до 8 лет тюрьмы. Оксана Григорьева, Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности недели телеканал Интер. Ну и фразу борьба с коррупцией в последнее время говорят уж очень часто, к месту и не к месту. Но судя по происходящему, эти слова ещё долго могут быть только мантрой. Далее, человек, который создал движение за очищение от коррупции, Михаил Саакашвили. К нам присоединяется. Михаил, вечер добрый. Вы знаете, я не буду вас спрашивать о всяческих коррупционных скандалах. Времени мало, практически час заканчивается. У меня один короткий, важный вопрос, который я задаю сегодня всем политикам. Как вы оцениваете то, что произошло в парламенте на этой неделе? Вот депутаты три недели теперь не будут работать. Чего ждать? И ожидать ли распуска парламента, ожидать ли новых выборов? Ваши прогнозы, пожалуйста. Они сейчас ушли, рады, на три недели в отпуск. Они, видимо, считают, что за это время стерпятся, слюбятся, люди забудут. И потом, как обычно, вернутся. Что сейчас, время в отпуск уходить? И что они думают этим, там, если себя голову прятать в песок, то от этого, что вокруг что-то, что-то изменится? Я считаю, что ситуация будет ускоряться. И она будет вне контроля парламентских процессов. Потому что парламентский процесс вышел вне контроля общенародных процессов. Раз парламент стал независимым от народа, народ тоже будет независим от парламента. Это обычные правила политической игры. Но это, конечно, некрасивая ситуация. Некрасивая ситуация, в том числе для многих моих друзей внутри БПП. И эти друзья не просто, там, наши журналисты, депутаты, как члены нашего антикоррупционного движения, как Мустафа, там, или Сергей Лещенко, или Света Залищук. Нет, это гораздо больше много интересов депутатов там. И я чувствую, я знаю, что у них большой дискомфорт связан с этой ситуацией. Спасибо большое, что к нам присоединились. Вынужден вас прервать. Подробности недели. Я Дмитрий Анопченко, вторая часть программы «Мы в прямом эфире». И сейчас поговорим сразу о двух темах, которые нам с вами очень сильно могут испортить жизнь. Если депутаты не примут срочные поправки к законодательству, на свободе досрочно окажутся тысячи убийц и грабителей. Ну, еще одна тема – дальнобойная война. Все еще она продолжается на дорогах Украины и России. И хотя, судя по новостям, все-таки все идет на спад, но вспыхнуть тоже может. Причем в любую минуту и с новой силой. А это не только политика. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. И давайте все-таки с Майдана сейчас начнем. Да, весь вечер мы за этим следим. Трагическая дата, памятная дата. И связана она с тем, что и столкновения были, и попытки захватить отель казацкий, и попытки установить палатки. Кто эти люди, что они делают, ну а самое главное, расходятся ли. И прямо сейчас узнаем у Лены Зориной. Она весь этот вечер дежурит на Майдане. Лен, а люди расходятся, палатки сворачивают? Первый вопрос. Ну и второе все-таки. А вот насколько они имеют отношение к тому самому Майдану, который был два года назад? Дим, ну вот сказать, какое отношение они имеют, сказать достаточно сложно. Но вот то, что людей становится у Стелы гораздо меньше, это факт. Вечи закончилась. И вот сейчас уже здесь, на Майдане, возле Стелы, несколько десятков людей. В большинстве своем они отогреваются возле бочек с огнем, слушают музыку, которая звучит здесь. Но все же не нужно забывать, что сегодня счет память погибших героев Небесной сотни. Но и в большинстве своем люди приходят сюда, чтобы зажечь лампадку, принести цветы и вспомнить тех, кто здесь погиб. Да, коллега, понятная ситуация, спасибо. Ну, наверное, это самое правильное все-таки, чтобы это был день памяти. Далее, слово блокада стало одним из самых упоминаемых прошлой осенью. Ну, помните, когда переклили движение товаров в Крым. Ну, вот теперь это слово вернулось. Вы явно видели в информационных выпусках. Блокировали фуры на территории Украины российские, в России украинские. На этой неделе подключились к этому конфликту уже европейцы. Простое объяснение. То, что ввезут фурах через Украину, предназначалось для стран ЕС. Всю неделю наш корреспондент Руслан Смещук провел с украинскими дальнобойщиками на российских дорогах, таможнях и границах. Остановится ли дальнобойная война уже в ближайшие дни? И что сами водители об этом думают? Смотрите. Одессит Олег из этого рейса должен был привезти 5-6 тысяч гривен. Теперь хорошо, если хоть тысячи полторы получится. Ну ладно, там они сверху портфель не могут поделить. А мы при чем? Ну вот при чем простые народы? Арифметика простая. Чем больше расстояние и дороже товар, тем больше денег получает водитель. Но взаимная блокада, простой, потом перегрузка в Брянске – убыток. Из-за дальнобойной войны сотни украинских водителей лишились большей части заработка. В ответ на действия украинских активистов, россияне-активисты тоже начали останавливать фуры. В блокадную западню попали сотни украинских грузовиков. Еще сотни стоят на границе, не решаясь заехать на территорию России. Российский ОМОН российских активистов скрутил быстро. А вот Минтранс РФ движение украинских большегрузов остановил. Начались долгие переговоры. Через несколько дней украинцев отпускают. Им надо успеть домой до 25 февраля. Именно с этого числа действует взаимный мораторий на въезд грузовиков между Украиной и Россией. Иначе попросту машину отберут. Дорогой разговорились. Олег уверен, и после 25-го торговать будут. Вопрос цены. Неофициальный, разумеется. Когда, если оно им надо, то они пропускают. Если им не надо, то вот как надо было, да, глицерин. Приехал таможник с транспортной службой. Раз-два зацепили бочки и все уехал. В это же время под Ужгородом украинские силовики формируют колонну из российских фур. Кто-то приехал из Словакии, кто-то в Италии больше недели ожидал, когда обстановка наладится. А кто и просто стоял на нейтральной территории. Сопровождение кстати. Но я ничего не ждал. Просто когда приехал уже на границу, здесь только вот украинские пограничники сказали, что есть такой вариант, что полиция может сопроводить. Почему бы и нет? Тем более это совершенно бесплатно. Никто не против, все только за. Люди дорог вне политики. Где бумагой грузится? Вот тут, прямо и направо. Ну ты его поставь, сходи. Потому что там негде встать, сходи, хлопчик. Пусть я тебе не пустил. А меня ждут уже еще, уже три дня. Что же ты давали прямо на проходы? Не боись, тут не бежать своих. Ужин прямо в кабине фуры. Под любимый сериал, почти домашняя картошечка с тушенкой. И спать. Теперь самая сложная российская таможня и две границы. А это мзда. Чтобы границу пройти, это надо полторы-две тысячи русских, я на допустим, российскую. Да, так же самое и на нашей украинской границе. Он сразу ему открывает документы, нету ничего. Все, он сразу говорит, иди, говорит, подумайте, пообщайтесь с людьми. Раньше уже общаться. Ну там, говорит, должен пропуск. И вслух ничего не говорит. Либо на телефоне набирает сразу сумму, либо на бумажке. Нарисовал, и бумажку тут же сразу уничтожает. А не дашь денег же, будешь стоять и не один день. Чтобы получить необходимые документы, пришлось ждать почти 8 часов. И это еще быстро. В темноте, по лесным дорогам, мимо тюремных лагерей, мы едем на границу. Под самой границей нас останавливают. Это транспортная полиция. За Клинцам. А заезжал когда? О, еще 13-го числа. Стоял, это все время в Брянске стоял. Прислали машину, перегрузили и уехали. Все. Пятихатка, это 500 рублей. Стандартная такса. И полторы тысячи рублей за беспрепятственное пересечение российской таможни. А потом граница наша. Украинский дальнобойщик и главное, с украинским журналистом, ее преодолевают очень быстро. Но пока у водителей обеих стран есть всего трое суток, чтобы вернуться на родину. Сегодня в Украину из ЕС уже заехало минимум семь десятков российских грузовиков. Ну а эксперты подсчитывают, кто же в этой блокадной войне понесет большие потери. Украина доминировала на двухсторонних перевозках на российской территории. Из Украины в Россию до блокады перевозилось украинскими перевозчиками где-то 80% грузов. То есть говорить о том, что Россия потеряет 20%, наши перевозчики потеряют 80%. Ситуацией поспешила воспользоваться западная соседка Украины. Польша и Россия возобновили транзит грузов. Причина проста. Дорога кормит всех. Конечно же, для нее эта война крайне невыгодна. Крайне невыгодна эта оппозиция для украинских транспортных компаний, поскольку именно перевозки на Россию и транзитные перевозки через территорию России были одним из ключевых источников их доходов. Конечно же, они не теряют. Аналогичная ситуация как бы и у россиян. Гуслан Смещук, Марина Коваль и Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. 6 тысяч человек могут выйти из тюрем в ближайшее время. И проблема даже не в количестве. А в том, что тысячи из них убийцы. Ну а еще законодательной лазейкой одним из первых воспользовался судья Зварыч. Знаменитый калядник, который, помните, засевал свой кабинет миллионами долларов. Еще на свободе сейчас должен оказаться, ну, к примеру, экс-депутат Рады Лозинский, который застрелил человека только за то, что он зашел в его лесные угодья. А еще на свободу, вот только с чистой совестью, сможет выйти один из основателей знаменитой аферы, элита-центр, Волконский. В общем, именем Надежды Савченко, которая инициировала новый закон, месяц в СИЗО засчитывается как два месяца тюремного срока, могут воспользоваться очень и очень многие. Ну вот мы статистику собрали. Убийцы, маньяки, педофилы. По закону 34.13 имени Надежды Савченко досрочно на свободу выйдут более 50 тысяч человек. 6 тысяч уже в ближайшие месяцы. У каждого шестого на руках человеческая кровь. Закон, принятый нардепами, приравнивает день, проведенный в СИЗО, к двум в тюрьме или колонии. К примеру, если подозреваемый провел в изоляторе два года, пока длилось следствие, а суд дал ему 4, срок отбывать он не будет вообще. Условия содержания в наших следственных изоляторах ненадлежащие, объясняют свою позицию парламентарий. По данным юристов, суды уже завалены ходатайствами от заключенных, требующих пересчитать им сроки. По действия закона могут попасть и осужденные пожизненно за особо тяжкие преступления. Кроме того, следователи будут рассматривать дела гораздо быстрее, а процент оправдательных приговоров и вовсе станет ничтожным. Людей будут массово и в кратчайшие сроки кидать за решетку, уверены правозащитники. А подозреваемые в тяжких преступлениях, наоборот, станут всеми способами затягивать расследование, чтобы как можно дольше пробыть в СИЗО, сократив себе срок. Словом, новая лазейка для коррупционеров и манипуляторов. Ну вот она, новая законодательная лазейка для коррупционеров. Мы говорили с вами сегодня весь эфир об этом. Рада очень многое обещает, но потом в пылу политических баталий забывает. Бюджет исправить обещали, помните, под елочку приняли, в январе все исправим, забыли. Ну вот точно так же принять поправки к этому, в общем-то, правильному закону, который инициировал чистый и честный человек Надежда Савченко, тоже забыли. С Борисовым Березой, об этом давайте прямо сейчас поговорим, замглавы антикоррупционного комитета Верховной Рады, вот именно он пробовал изменить эту ситуацию, но депутаты не успели проголосовать за его инициативу. Борислав, вечер добрый. А что, собственно, произошло? Вот я знаю, что вы внесли поправки, парламент их не захотел, не смог, не успел утвердить. Что было там? Да, вместе с Игорем Луценко мы внесли всего одну правку о том, что нельзя применять закон Савченко для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответственно, за любое уголовное преступление свыше 10 лет нельзя освобождать досрочно. Это говорит о том, что люди, совершившие подобные преступления, не могут воспользоваться законом Савченко. В понедельник я обратился к согласовительному совету для того, чтобы вне очереди эту поправку приняли. Мне было обещано публично, господин Гройсман сказал секретариату разобраться с этим вопросом, и вне очереди, чтобы эта правка прошла по всем комитетам, была внесена в сессионный зал. Но, видимо, все, что происходит у нас в стране, все не вовремя. Поэтому вместо того, чтобы внести этот закон в сессионный зал, это время было упущено, и занимались всем чем угодно, только непринятием законов. В данный момент время упущено, и теперь только через 3 недели можно вернуться к этому вопросу. Но это будет поздно. Просто поздно. Борислав, а вы сами вот как это объясняете? Ну, смотрите, это же уже не первый раз, когда важные решения, событийные решения, решения, которые обещают, откладываются, откладываются на неопределенный срок. Проблема этого парламента – это законотворческая лихорадка. У некоторых людей так чешутся руки, что они пытаются написать до сотни законов в месяц. Это ненормально. В той же Германии лишь 5% парламентариев имеют право законодательной инициативы. Это действительно правильный подход. У нас же пишут кто угодно и что угодно. Зачастую подчетодиктовку, зачастую для красного словца, для пиара. Никто не продумывает все негативы, которые может нести законопроект. Более того, когда выводы экспертов говорят, что законопроект принимать нельзя, но комитет говорит «надо», то зал зачастую голосует. Голосуют за законопроекты, которые несут непосредственную опасность Украине. Именно не тщательная подготовка законов, именно непроработка их и несет главную опасность. Я думаю, что в этом сессионном зале принято немало законов, которые еще аухнутся украинцам. Спасибо. Борислав Береза был с нами на связи. Говорили мы о еще одной истории забывчивости этой Верховной Рады. Ну и давайте все-таки о политике еще поговорим, потому что весь сегодняшний эфир мы спрашиваем лидеров политических сил, что же произошло в парламенте на этой неделе, почему премьер не был отправлен в отставку, как долго продержится это правительство, как будем выходить из политического кризиса. Ну и вот в первом часе мы говорили и с Юлией Тимошенко, и с Олегом Березюком. На очереди лидер оппозиции. Да, мне сказали, что подъехал уже Юрий Бойко к нам в студию, но сначала, вот до того, как начнем разговор, давайте напомним, что говорят по этому поводу в парламенте. Партия Батьківщина и франция Батьківщина считают недопустимым продолжение перебивания в этой зграе, которая на самом деле не имеет никакого шанса, потому что не хочет провести реформи, защитить Украину, перезавантажить все наше життя. Замокович в долгий час перебувала в коаліції, фактично займаючи позицію опозиції в цей коаліції, ну и сейчас мы юридично перейшли в этот статус. Фактично и политично коаліція распалася, это очевидно. Уряд является нелегитимным, из нашей точки зрения, так как его ответ не принят, но его статус не решен. И он, по сути, втратил свою легитимность и доверие в парламенте и в суспільстве. Найважливіше сьогодні знайти порозумение между двома найбільшими фракциями, блоком Петра Борошенка и Народным фронтом. И как между фракциями, потому что уже так, знаете, такой эмоциональный накал, что уже депутаты между собой начинают сперечаться. Мяч на поле премьер-министра. Он должен предложить такие изменения в уряде и такой план дий нового уряду, который доверить фракции коалиции. Мы сейчас не видим этого плана, поэтому я не вижу, про что говорить. Между собой разговариваться, потому что у нас будет 226, и таким образом парламент не распустился. Для меня это не цель. Цель – план конкретных действий и выполнение этих действий. Або протягом тижнів будет найдено решение, саме тут в парламенте, політичными силами, и заправлена модель выхода из этой ситуации. Або тот уряд должен быть полностью перезавантажен. А якщо потрібно, це і парламент. Ну, іще одне мнение давайте прямо сейчас услышим. Мнение важное, потому что всю неделю только об этом и говорят. Юрий Бойко к нам подъехал в студию. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Очень много, в том числе, и к вам накопилось вопросов. Я сегодня весь эфир с политиками как раз об этом и говорю. В первую очередь, а что это все-таки было в парламенте? Мнения разные, оценки разные. Кто-то хочет по одному представить, кто-то по другому. Вот ваше мнение, вы это видели изнутри? Ну, давайте я поясню, потому что людям действительно непонятно, что произошло. Для этого надо вернуться немного в историю. Полтора года назад, после проведения парламентских выборов, была сформирована правящая коалиция из пяти партий, в которой вошли 302 депутата. Это большинство сформировало правительство, партии делегировали туда министров, полностью отстранили оппозицию нас от возможности контролировать их действия, поскольку не дали возможности войти ни в руководство ни одного комитета парламентского, ни одного контролирующего органа, и начали руководить страной. За полтора года они доруководились до того, что уровень доверия к правительству упал до пяти процентов, а к парламенту из-за позиции как раз правящей коалиции до семи. То есть они потеряли доверие людей. Стал вопрос, как выходить из этого положения, начали снимать правительство. А наша позиция с самого начала была четкая. Вы коалиция, вы наняли это правительство на работу, вы его и увольняете, потому что вы вместе с ним несете ответственность за те провалы в экономике, в частности, в стране, которые случились. Позиция была такая. Нашими голосами мы вам не будем расчищать дорогу, для того, чтобы вы потом привели каких-то очередных иностранцев, уже без нас их назначили, и опять получили возможность порулить еще какое-то время. То есть фракция приняла решение не голосовать вообще? Фракция с утра приняла решение не голосовать, выйти из зала. Единственное, эмоции взыграли, ну в том числе, скажу честно, и я тоже нажал кнопку за отставку правительства, потому что у нас 8 человек проголосовало, чисто эмоционально, потому что слишком уже много накипело. А так у нас было решение не голосовать, не расчищать им дорогу. Вот они коалиция, пусть несут ответственность за все, что произошло в стране вместе с правительством, которое они поставили. Если невозможно, значит нам придется идти на неочередные опросы. Парламентские выборы, поскольку уже понятно, что коалиции нет, они развалились, и понятно, что нужна будет в выборах парламента нового. Понятный вопрос, закономерный вопрос. А что дальше теперь, когда коалиции фактически нет, когда правительство просто в подвешенном состоянии, что дальше? Это самый главный вопрос. В сегодняшней ситуации коалиции нет. И, собственно говоря, даже если арифметически они ее соберут каким-то образом, то в условиях такого жесткого конфликта президента, премьер-министра и недоверия к правительству и коалиции, работы как таковой не будет. И понятно, что ждут парламентские выборы внеочередные. Но сейчас, что делать сейчас? Сейчас позиция нашей фракции. Первое. Нужно принять законы, которые позволят сдвинуть с мертвой точки выполнение минских соглашений. Это главное. И мы неоднократно в вашем эфире говорили, что это то, что хотят люди. Примирение, принятие этих законов и возврат территорию в страну. Второе. Нужно изменить закон о бюджете. В части того, чтобы внести коррективы по индексации зарплаты пенсии, поскольку инфляция есть в стране. Понятно, что гривна обвалилась уже выше, чем она запланирована в бюджете. Бюджет получил дополнительные доходы. И нужно индексировать зарплаты и пенсии людям, чтобы они не обнищали дальше. Это не популизм, это то, что надо делать по Конституции. И третий вопрос. Надо исправить те ошибки, которые были проголосованы и получились в налоговом кодексе. Сейчас, которые касаются фермеров, которые касаются людей, которые работают на земле. Вот эти законы надо принять немедленно. Потому что от них зависит жизнь людей, от них зависит состояние в обществе. А дальше идти на выборы. Юрий Анатольевич, откровенный вопрос, у нас откровенный разговор. По вашему ощущению, дни правительства Яценюка, дни Яценюка как премьера, они сочтены? Потому что, я скажу, почему я спрашиваю. Я в пятницу был на прямом эфире с премьером, были ведущие других каналов. Ну вот, Арсений Петрович у меня по левую руку сидел. Было ощущение, он это демонстрировал, и было ощущение, что он-то убежден, что он останется премьером. Он говорил, давайте все начнем с чистого листа, надо спасать страну, надо проводить реформы. По его словам, по его поведению, было похоже, что он намерен оставаться. Ну, действительно, члены правительства демонстрируют уверенность, но на самом деле народ другого мнения. Народ, уровень доверия к правительству очень низкий, а если такой низкий уровень доверия, то ты никакие реформы, преобразования не проведешь. Когда нет коалиции и получает право президента распустить парламент, даже если он это право не использует, пройдет какой-то период времени, когда станет ясно, что парламент нежизнеспособен, не может принимать законы и не поддерживает правительство, которое существует, то мы действительно близки к досрочным выборам. К сожалению, это так, поскольку люди в большинстве своих выборов не хотят. Это дополнительные затраты, это дополнительные расходы, но тем не менее ситуация в стране складывается так, что правящая коалиция не справилась, и придется парламент полностью менять. Спасибо за откровенный разговор, Юрий Бойков был на студии, но и важно было узнать вашу позицию, почему вы не голосовали, много спекуляций. Спасибо, что разъяснили. Да, до свидания. Движемся дальше. Помните классическую фразу о том, что политика – это сконцентрированная экономика. На этой неделе о происходящем лучше и не скажешь. Все политические проблемы, которые так ярко проявились, сконцентрировались в эти минувшие 7 дней, по экономике как раз и бьют. Без денег МВФ Украина, увы, не продержится, не будет их, если не будет реформ. Ну а какие реформы, когда парламент практически не дееспособен. На этой неделе вот об этой цепочке «нет реформ, нет транша» кто только не напоминал. И Джо Байден во время телефонного разговора с Киевом, и Госдеп США, причем, что удивительно, просто в тексте поздравления по случаю годовщины Майдана об этом сказали. Подробнее узнаем у нашего корреспондента в Соединенных Штатах. Тихон Адзятко, он с нами выходит на связь. Тихон, вечер добрый. Да, спасибо, что вышел на связь с нами. Скажи, ну а какие месседжи звучат из Вашингтона? Месседжи, которые, возможно, стоит услышать нашим политикам. Да, Дмитрий, именно такой вывод можно сделать из того, что говорят здесь, в Вашингтоне, причем на самых разных уровнях. И в Госдепартаменте, и в Белом доме. Ну вот и накануне вице-президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком еще раз подчеркнул, что необходимо выполнить все требования МВФ, Международного валютного фонда. Между строк только после этого поступят деньги. Но еще интереснее, что Байден упомянул МВФ в ряду с другими ожиданиями от Украины. Тут и призыв к политикам объединиться, и слова о том, что необходима сильная правительственная коалиция и программа реформ, и борьба с коррупцией, и верховенство права. Получается, что сотрудничество Украины с МВФ в Вашингтоне рассматривают в контексте со всеми другими процессами перемены. Именно таким образом американские чиновники комментировали последние политические события в Украине. Отдельно подчеркивая, что, собственно, за это люди и стояли на Майдане два года назад. Особенно примечательно, кстати, это в контексте заявлений главы МВФ Кристины Лагард, которые она делала на прошлой неделе. Она, напомню, настаивала на необходимости скорейших реформ в Украине. И теперь, когда руководители США на самом высоком уровне, по сути, повторяют эти слова, становится очевидно, что это не только позиция МВФ, но и позиция американского Белого дома. Дмитрий. Да, коллега, спасибо за эту информацию. Ну, думаю, те, кому она предназначалась, услышали. Если уж не в телефонном разговоре с Байденом, то вот-вот в таком режиме. Ну, и тем более в понедельник будет уже анализ прессы. Тоже почитают, о чем американская пресса пишет. Тема эта для американских СМИ важная. Будем заканчивать на этом. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете. И встретимся ровно через неделю. Следующее воскресенье, как обычно, в 8 вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...